Мы исследуем экологическое поведение и то, как каналы YouTube гипотетически влияют на экологическое поведение. Для этого исследования хотелось бы найти все релевантные каналы и их видео, чтобы посмотреть, какие каналы и видео наиболее популярны, какие наиболее насыщены информацией. Можно воспользоваться окном поиска в YouTube и поискать видео и каналы по запросу «Раздельный сбор». Можно и «Раздельный сбор мусора», но, на мой взгляд, словосочетание «Раздельный сбор» уже само по себе довольно специфическое. В выдаче я вижу канал, прямой эфир, видео. Можно прокручивать ниже, поскольку страница организована динамическим образом, будут высвечиваться все новые и новые видео, каналы, прямые эфиры и так далее. Можно по очереди заходить на страницу каждого видео. Спасибо. И узнавай, сколько просмотров у видео, сколько лайков, дизлайков, сколько подписчиков у канала, сколько комментариев. Можно изучать тексты комментариев, можно изучать описание видео. Очень много исследовательских траекторий открывается. Но есть одна проблема. Релевантных объектов очень много. И никакого времени не хватит, чтобы зайти на страницу каждого релевантного объекта и собрать ту информацию, которую я только что сказал. Поэтому хорошо бы автоматизировать процесс, то есть прибегнуть к веб-скреппингу. Для автоматизированного сбора информации на YouTube есть специальный раздел. Раздел для разработчиков. Или for developers. Developers. Google.com. Этот раздел позволяет как создавать контент в автоматическом или полуавтоматическом режиме, так и выгружать его. У Google очень много сервисов. Меня интересует YouTube. Сервис YouTube предоставляет тоже много возможностей. И меня интересует сбор данных. Сверху надпись Data API. API это сокращение от Application Programming Interface. Это как бы интерфейс для программирования, хотя можно им пользоваться и без программирования. Сначала я покажу, как им пользоваться без программирования, а потом покажу, что с программированием это делать удобнее и быстрее. Чтобы пользоваться API YouTube, я должен понимать, что я хочу от него. Я хочу найти видео и каналы, релевантные запросу «Раздельный сбор» и выгрузить максимально исчерпывающую информацию об этих каналах и видео. Чтобы это все реализовать, мне нужно найти подходящие методы API. Я перехожу во вкладку «Reference» и слева вижу «Channels», «Search» и «Videos». Первым шагом я буду искать. Поэтому первый метод, который мне нужен, это «Search». Перехожу в «Обзор». Хорошо, когда есть время, чтобы прочесть все, что здесь написано. Это полезно. Но можно все не читать. Благо я скажу, что нужно делать. Нужно выбрать кнопочку «Try it». Автоматически я переместился в раздел «List». Был в разделе «Overview», переместился в раздел «List». Справа открылся API Explorer. API Explorer — это как раз инструмент, позволяющий без программирования пользоваться API YouTube. API Explorer содержит поля, которые нужно заполнить, чтобы метод «Search» дал требуемые результаты. Полей много, но почти все они опциональны. Обязательным помечено поле «Part». Все эти поля и возможные содержимые описаны здесь же, левее. Если прокрутить вниз, вот аргумент «Part», и он может принять только одно значение в данном случае — «Snippet». Что такое «Snippet»? «Snippet» — это значение аргумента «Part», который отвечает за выдачу набора параметров видео и каналов. Чтобы узнать, какие параметры входят в «Snippet», можно снова перейти в раздел «Overview», пролистать вниз или не пролистывать, а нажать «Ctrl-F» и найти «Snippet». Видим, что «Snippet» включает в себя такие параметры искомых объектов, как время, когда объект был опубликован, ID канала — если это канал, то это его ID, если это видео, то ID канала, на котором это видео опубликовано. Заголовок объекта, описание объекта, характеристики картинок, связанных с объектом и наличие в данном объекте прямого эфира. С содержимым «Snippet» разобрались. Возвращаемся к API Explorer. Channel ID нам неизвестен. Мы как раз хотим найти ID релевантных запросу каналов. Все это неизвестно, поэтому остаются пустыми. Мы не собираемся никаким образом преобразовывать найденные каналы и видео, поэтому аргументы «For Content Owner», «For Developer», «For Mine» тоже пропускаются. «Location», «Location Radius» могут быть полезны, но не в данном кейсе, потому что сам по себе язык запроса, русский язык, а не привязка к местности или к стране, задает круг искомых видео и каналов. Аргумент Max Results – важный аргумент. По умолчанию он равен пяти. Это значит, что на каждой странице будущей выдачи, а выдача организована постстранично, есть одна страничка и на ней какие-то каналы и видео, есть другая страничка, на ней каналы и видео и так далее. Так вот, на каждой странице пять объектов, по умолчанию. Чтобы дальше не листать страницы, хотелось бы, чтобы на каждой странице было бы много объектов. Пять – это немного. Максимальное значение Max Results указано ниже и равно 50. Если свернуть API Explorer, то видно, что этот аргумент принимает значение от 0 до 50. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше, чем 50, но как есть. Ставлю Max Results 50. Следующий аргумент тоже не важен для решаемой нами задачи, потому что, опять же, мы не предполагаем каких-то операций с видео и с каналами. Мы выступаем сейчас не в роли девелопера, то есть не в роли разработчика, а в роли исследователя. Поэтому права Content Owner – это не про то, чем мы занимаемся сейчас. Аргумент Order позволяет отсортировать выдачу по дате, рейтингу, количеству просмотров, релевантности, которые установлены по умолчанию, названию, количеству видео, если о канале речь. Это полезный аргумент, но сейчас мы не будем его использовать, то есть оставим по умолчанию релевантс. Пейдж токен. Каждая из страниц с выдачей имеет свой токен. Не номер, а токен. То есть набор буквенных и цифровых символов. Для того, чтобы переходить с текущей страницы с выдачей на следующую страницу с выдачей, надо знать токен следующей страницы. Как я покажу далее, на каждой текущей странице есть указание, каков токен следующей страницы. Следующий аргумент – про дату. Если здесь задать дату в определенном формате, формат описан ниже. Вот он. Можно ограничить выдачу искомых объектов какой-то даты, чтобы они были новее, чем некоторая дата. Или, наоборот, более старыми, чем некоторая дата. Это полезные аргументы, которые позволяют сегментировать выдачу, сделать ее более подробной. Но сейчас использовать их пока не будем. Следующий опциональный, хотя для нас принципиально важный аргумент – это текст запроса. Как раз сюда мы вводим раздельный сбор. При такой записи API YouTube будет искать видео и каналы, где встречаются оба этих слова одновременно. Если поставить между ними вертикальный слэш, то будут найдены видео и каналы, в которых встречается хотя бы одно из этих слов. Также можно поставить знак отрицания. В данном случае это дефис. И будут найдены все объекты, то есть видео и каналы, в которых не встречается слово «сбор». Но нас интересует именно раздельный сбор. Продолжаем. Можно уточнить регион, к которому привязаны видео и каналы. Как я уже объяснил, в нашем случае это не нужно. Можно указать ID какого-то конкретного видео, с которым связаны искомые видео. Это бывает полезно, но не в нашем случае. Язык. Язык можно было бы указать, но самим запросом мы показываем, что речь идет о русском языке. Поэтому можно не уточнять. Можно уточнить, интересует ли нас видео с ограничениями или нам все равно. Есть гипотетически полезный аргумент Topic ID. Можно обратиться к специальной базе Freebase Topic ID. И если в ней есть интересующая тема и указанную ID, можно вписать сюда этот ID. Следующий параметр Type важен в нашем исследовании, потому что он позволяет отдельно искать каналы, отдельно плейлисты, отдельно видео. Разумно разделить поиск. И отдельно искать каналы, отдельно искать видео. Допустим, я начну с поиска каналов, поэтому вписываю, что меня интересуют именно каналы, а видео я буду искать потом. Бывает, что автор контента относит свои видео к какой-либо категории. Если знать ID интересующей категории, то можно сюда вписать этот ID. Дальше идут технические аргументы, неважные для нашего исследования, поэтому я пропускаю их. В самом низу выставлены две галочки. Первая галочка относится к полной авторизации. Вторая галочка относится к авторизации по ключу. То есть, чтобы выполнить сформированный нами запрос, требуется авторизоваться. По умолчанию предполагается полная авторизация. И выставлены обе галочки. Проверим, что будет. Execute. API предлагает указать, через какой аккаунт произойдет авторизация. Я выбираю один из аккаунтов. И разрешаю Google API Explorer подключиться к этому аккаунту. Пролистываю наверх, чтобы развернуть выдачу. Код 200 означает, что запрос был корректен и результат получен. Сверху – код запроса. Этот код запроса можно выразить на разных языках. Если бы запрос был некорректен и результат был бы бессодержателен, то здесь стоял бы другой код и вот эта линия была бы красна. Попробуем прочитать содержимое ответа. Kind указывает на то, какой был запрос. Запрос был Search и Tag. Это электронная метка, соответствующая запросу. Она представляет собой токен, то есть снова буквенно-цифровой код. Зачем он нужен? Для того, чтобы показать при следующем таком же запросе, изменилась выдача или не изменилась. Например, я завтра повторю такой же запрос, но электронная метка будет другая. Тогда я буду сразу видеть, что содержимое ответа изменилось. появился какой-то новый канал. Или наоборот, в выдаче теперь нет какого-то канала. Мне не придется просматривать всю выдачу, чтобы понять, что произошли изменения. NextPageToken – это как раз номер следующей страницы. Поскольку в выдаче 648 объектов, а на первой странице содержится максимум 50 объектов, то чтобы посмотреть следующий 50, надо перейти на страницу с таким номером. После ключа Items начинается как раз описание найденных каналов. Здесь повторяется указание, что запрос был методом Search. Своя электронная метка для найденного канала. Если при следующем запросе в выдаче будет этот же канал, но у него будет другая электронная метка, это будет значить, что канал с тех пор изменился. Например, на нем появилось новое видео. Или новый лайк, или дизлайк. Channel ID – это самая важная часть информации об этом канале. Потому что взяв этот Channel ID, можно обратиться непосредственно к этому каналу. Я могу вставить в адресную строку от этой ID. Поскольку я знаю, что речь о канале, то сначала идет доменное имя, дальше идет указание, что это Channel, и, наконец, ID канала. Запускаю. И попадаю на страницу канала Собиратор. Дальше я вижу, когда этот канал появился на YouTube. Дублирование его ID, название, описание, URL-адреса картинок, относящихся к этому каналу. Закрывающие фигурные скобки говорят о том, что я просмотрел первый объект, следующий объект. Возьмем его ID, ставим в адресную строку «Движение – раздельный сбор». Появился на YouTube в 2018 году. Да, движение – раздельный сбор. И очень лаконичное описание. И так далее. Я могу пролистывать все 50 объектов, все 50 каналов, найденных первыми по запросу «Раздельный сбор». Очень долго могу пролистывать, но это только первые 50 каналов. Допустим, я пролистал все 50 каналов и хочу… И хочу перейти на следующую страницу. Я беру адрес следующей страницы, нахожу слева аргумент «PageToken», вставляю и запускаю. Код 200, запрос выполнен, выдача представляет собой новые 50 каналов из 648. Чтобы убедиться, что это не то же самое, посмотрим, какой здесь канал первый. Возьму его ID, вставлю в адресную строку. Травоядное. Не собиратор. Значит, никакого обмана. Что делать дальше? Можно открыть Excel-файл и аккуратненько начать переносить в него всю нужную информацию. Но, во-первых, это будет очень долго. Во-вторых, скорее всего, в процессе переноса вручную произойдет масса ошибок. Хотелось бы, чтобы все это выгружалось сразу в Excel-файл. Чтобы в этом Excel-файле было 648 строчек и n-ное количество столбцов. Допустим, столбец ID канала, дата появления на YouTube, заголовок, описание, URL-адреса картинок, связанных с каналом. Например, если я хочу анализировать эти картинки при помощи компьютерного зрения. Как же автоматизировать этот процесс? При помощи программирования. Сейчас я показал, что пользоваться API YouTube можно без программирования. Можно вручную забирать интересующую информацию. Но это долго и сопряжено с ошибками, поэтому следующим шагом я возьму предлагаемый для Python код и попробую его запустить. Он сразу не сработает. Я его отредактирую и он сработает. В результате чего я получу табличку с каналами и их характеристиками в Excel. и он не сработает. Спасибо. 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 Продолжение следует...